Ну, как бы вам сказать, первую пару я уже проспала. Обычно, если я еду к первой паре, то я должна проснуться в 5 утра, потому что учёба у меня начинается в 8.15. И, конечно, это немного тяжеловато. У меня достаточно часто все спрашивают, почему я так рано просыпаюсь, но это всё потому, что я тот самый человек, которому нужно примерно часик на то, чтобы понять, кто он, где он и что вообще происходит. Я не могу просто встать, одеться и куда-то поехать. Вообще, вчера в 9 вечера нам поменяли расписание. Я должна была сегодня ехать ко второй паре, у меня должно было быть 3 пары, и они бы закончились в 3. В итоге, эту а-ля четвёртую пару перенесли на первую, поэтому я сегодня учусь до часу, но с первой пары. Ну, как вы можете понять, на первую пару я не поехала. Время сейчас 7.56, я села краситься и включила большой фильм Михаила Гребенюка про ресторан кофемания. Он идёт почти 3 часа, но у меня в планах посмотреть за сегодня-завтра его. Увидела у Шуанет, что она вообще не фанат кофемании, никогда там не была. Но как будто бы принципиально она туда не ходила, потому что это такой феномен, куда ходят все. И она туда никогда не ходила. Но сказала, что после этого интервью обязательно теперь будет туда ходить, чтобы больше в это всё углубиться. И то, что обязательно нужно посмотреть это интервью людям, кому интересен бизнес или уже действующим предпринимателям. Потому что на самом деле концепция кофемании очень классно выстроена. И я думаю, что это интервью будет полезно абсолютно всем. Где-то через полчасика мне уже надо выезжать в универ. Такой у нас сегодня look of the day. Низ я наделала носочки и мои новенькие лоферы. Я их просто обожаю. На губах у меня, кстати, новенький блеск от LuVu от Kati Golden Cola Crush. Но сейчас я буду выдвигаться в университет. И я ничего не поела. Я безумно голодная. Возьму сейчас йогурт у себя из холодильника. Но ещё я очень сильно хочу капучино на кокосовом молоке. Поэтому я сейчас приеду и пойду сразу за ним. Я уже приехала домой, пообедала. На улице сегодня какая-то очень пасмурная погода, туча. Но при этом как бы нет дождика. Солнышко выглядывало, но ненадолго. Несмотря на это 25 градусов, чтобы вы понимали. У меня сегодня в универе было две пары. Один и тот же предмет. Лекция и ПЗ. ПЗ это типа практическое занятие. Предмет называется управление разработкой интернет-проектов. Там мы занимаемся разработкой сайта для определённой ниши. У нас бытовая техника. Мы там на ПЗ обсуждали наши задания. Оказалось, что мы вообще неправильно его поняли. И не так сделали. Поэтому нужно будет всё переделать. Там мы разделились целой группой на три команды. По 11-12 человек. И работаем в такой большой группе. Какие у меня планы на сегодня? Мы встретимся с моими подругами. С Ксюшей, Аленой и Лерой. В четвером мы видимся супер редко. Сейчас я уже переделала макияж. У меня осталось только губы накраситься. Соберу сейчас сумку, выберу аутфит. Какой-нибудь такой расслабленный. И поеду навстречу девочкам. Показываю вам свой образ. Извиняюсь немножко за беспорядок. В общем, это вот такой вот кардиганчик серенький. Здесь белая футболочка классическая. И вот эти джинсы у меня из Вайкики. Из Турции. Первый раз, кстати, надеваю. На ноги я надену вансы. Я вот увидела вот эти кардиганчики в Пинтересте. И поняла, что мне тоже такое надо. Потому что мне очень понравился вот такой вот простой, но в то же время красивый образ. Мы приехали в Лужники. Ждем Алену. Где Алену? Где? Где? Я хотела сказать, что у меня такая ностальгия. Потому что мы с Ксюшей когда-то только переехали в Москву. Жили на юго-западной и приезжали сюда гулять. И вот с того раза я не была в Лужниках. Всем хай! Ой. Да что за бред-то? А куда смотреть? Сюда. В экран? Да. Крим-тим собралась. Вот такая. Мы уже сняли два релса. И сейчас меняем локацию, чтобы снять еще один. Смотрите в моих социальных сетях. Мы погуляли в Лужниках, потом сходили в ЖК «Садовые кварталы». Чтобы вы понимали, там аренда квартиры шестикомнатной, миллион двести рублей. Это просто. Но там очень красиво. И сейчас мы пришли покушать кофеманию. Вот. У нас здесь вот такой вот стол. Просто невероятный. Всем доброе утро. И сегодня у нас воскресенье, 15 сентября. Время сейчас 8.46. Я проснулась буквально 15 минут назад. И в целом воскресенье, можно сказать, единственный мой прям официальный выходной в неделю. Потому что я учусь шестидневку. По вторникам у меня тоже а-ля выходной. Но обычно по вторникам я занимаюсь какой-то домашкой. Все равно какими-то делами. В этом году я на четвертом курсе. Поэтому мне нужно начинать писать диплом. Как бы странно это не звучало. Вообще я хотела сегодня уже начать его писать. На данный момент я буду собираться и поеду к своей подружке Ксюше на завтрак. Такой вот небольшой экспириенс с утра мы решили привезти. Также мне сегодня нужно сделать турецкий. Потом я хочу посмотреть по диплому все. Забрать новую сумочку с Вайлберса. Я заказала себе две классные сумки. И хочу какую-то из них выбрать коричневую большую. Ну и так еще пару мелких дел. Все, сейчас будем с вами собираться. Я вчера себе в спаре купила смузи. Вот такой вот банан, клубника и базилик. Сейчас я планирую его выпить. И сейчас я уже одеваюсь и выбегаю. Встречусь по дороге с Лерой и мы уже поедем до Ксюши на завтрак. Ксюша нам готовит завтрак. Еще мы включили посмотреть реакции на маму 16, Юли Пушман. Уже очень голодные ждем. Когда мы будем завтракать. У нас тут просто нереальный пинтерс завтрак. Лера уже правда все съела. Переключить на телефон, потому что ноутбуки ничего не грузят. Вы не представляете, как это вкусно. Всем доброе утро. Время у нас 7.08. Понедельник. И я решила сделать такую небольшую неделю гоуапа. Потому что, если честно, то предыдущие две недели были у меня в состоянии апатии. И вообще ничего я не хотела делать. И поняла, что все, хватит. Пора себя из этого вытаскивать. Сейчас я собираюсь в универ. И после универа я еще не решила, какие у меня планы. То ли я хочу поехать в торговый центр и сходить в Синнабон. То ли я хочу приехать домой и заказать Тануки. Я вот честно не понимаю, что я хочу. Кстати, вот эти вот бальзамчики от Луву. Они, конечно, прикольные. Но посмотрите, насколько сильно пачкается аппликатор. Это вообще что-то с чем-то. У меня сегодня три пары. Если честно, с самого утра у меня был соблазн поехать только к третьей паре. Но я себя пересилила. Кстати, чтобы еще вывести себя из-за такого состояния непонимания, я заказала себе вот такой баллокнотик на Валберисе. И расписала себе все по учебе, что мне нужно для получения автоматов или допусков. И еще мне нужно расписать октябрь, потому что завтра 1 октября. Я очень в шоке, если честно. Не успеваю за тем, как быстро летит время. Но, с другой стороны, я рада. Это означает, что осталось 2 месяца учебного семестра. Конечно, потом еще сессии, новогодние праздники и все такое. Также я пишу в этом году диплом. Кстати, не просто так я вам показала блеск Луву, потому что тема моего диплома – совершенствование коммуникационной стратегии бренда Луву в Digital 3D. Я хотела взять бренд из ферм, который мне будет 100% отвлекаться, чтобы мне было легко писать. И мне кажется, что у меня это получилось просто на 100%, потому что мне очень нравится Катя Голден как инфлюенсер. Также у меня есть продукция Луву, которую я пробовала, и у меня сформировалось на это какое-то мнение. И буду пробовать и новые продукты, потому что на раздатке материалов, на диплом, мне, скорее всего, их нужно будет все принести. Также это новый бренд, ему еще даже нет года, поэтому его супер было бы интересно изучить и придумать какие-то идеи для продвижения. И еще мне очень нравится, что и Катя, и ее муж Стас делятся внутрянкой создания бренда. У нее есть большой фильм, они делятся оба в соцсетях, плюс скоро выйдет интервью с ней, и, конечно, я могу собрать много информации, и это не может не радовать. Я уже приехала домой, особо ничего не сняла. Это сидела две лекции, с последней пары ушла. Вообще, я еще должна была сегодня показать оглавление диплома, которое я написала. Но что-то я себя как-то непонятно чувствую. Буду сейчас начинать пить противовирусные. Сейчас в Москве в целом очень много кто болеет. Я это и у себя в университете замечаю. Ну что, друзья, пришло время распаковки. Первое, что я заказала, это мицеллярный шампунь для всех типов волос от Эколотейр. Такой я еще не пробовала, но вообще мне нравятся шампуни Эколотейр. Я ими пользуюсь с того момента, наверное, как этот бренд появился в Золотом Яглоке. Очень приятно пахнет. Кокос и шелковица. Я перед тем, как заказать, смотрела, что такое мицеллярные шампуни. Оказывается, что они для более глубокого и бережного очищения. Не знаю, попробуем. Следующая у нас такая мелочевка. Первая это вот такой вот антиперспирант от Dry Dry. Решила попробовать. Очень многие советуют. Там, правда, столько видов. Следующая это два карандаша для губ. Знаете, что я сейчас поняла? Что у меня, по-моему, точно такой же оттенок карандаша Пупа 0,4. И я заказала такой же. Минус 800 рублей. И еще я взяла вот такой вот от Vivienne Sabo в номере 103. У меня есть, по-моему, в номере 101. Мне он не нравится. А вот такой вот у моей подружки. И она сказала, что он идеально сочетается с блеском Luvu Dolce Days. Поэтому я решила попробовать. Подождите, мне теперь интересно, у меня такой карандаш от Пупы или нет? Один в один. Я просто лохушка. Вот вроде бы голова на плечах есть. Мозги есть. Но при этом иногда происходят вот такие вот ситуации. И последнее, что я заказала, это тинт от Oak Beauty в оттенке Cocoa. Типа какао. Я просто увидела на Пинтересте, что вот этот карандаш и вот этот тинт в сочетании дают просто какой-то невероятный эффект. Они очень красиво вместе смотрятся. А я люблю такие коричневатые оттенки на губах. Я не люблю красные, там розовые. Это вообще мне не идет. А вот темные, это прям мое. И поэтому я решила заказать вот этот вот 04. И вот этот тинт. Ну да. Зачем смотреть, что у нас оказывается уже такой есть? Я просто в шоке с себя. Ладно, сделаем вид, что этого не было. Всем доброе утро. У меня теперь в ванной стоит вот такой вот пластмассовый органайзер для ватных палочек и ватных дисков. Покупала его на Валбересе. Очень удобно. Сегодня вторник. И у меня сегодня выходной от учебы в универе. Но у меня просто огромный список планов. Плюс у меня на этой неделе просто огромное количество домашки. Какое-то невероятное, ненормальное. Ощущение, что надо мной издеваются. Ну ладно. Из основного у меня это в 12 маникюр, в 3 у меня английский. И плюс нужно сделать очень много домашки. Кстати, я купила вот этот вот тоник охлаждающий утренний от Pussy. Но мне сказали, что у него не очень хороший состав, потому что у него там на первых рядах какие-то спирты, что-то еще. Поэтому я им пользуюсь где-то, наверное, 2 раза в неделю по утрам. А так, я сейчас жду свой тоник от Holy Land для проблемной кожи. Потому что, извините, но это что-то ненормальное. А от Holy Land все советуют, поэтому посмотрим. Сейчас я хочу сделать новую масочку от Darling. Она двухфазная. Здесь, получается, у нас идет сыворотка. А потом мы уже надеваем саму маску. И в целом я так поняла, что это одна из новинок. Она у меня очень долго лежала в холодильнике. Все никак не доходили до нее руки, поэтому давайте сейчас попробуем. Очень интересный запах. А еще у нее очень интересная консистенция. Как у кондиционера для волос, знаете. Какая она холодненькая. Просто супер. Знаете, после какого-нибудь дня, когда вы устали, мне кажется, эта маска будет идеальна. Я как будто робот какой-то. В Москве сегодня просто какое-то невероятное солнце. Это что такое? У меня просто шикарный завтрак. Здесь три яйца с беконом, помидорками, сыром, хлебушек, овощи. И, конечно же, сериал «Турецкий семья». Я собралась, выбегаю сейчас на ноготочки, попробовала на губы нанести вот этот тинт от Ток Бьюти, который вчера заказала, и карандаш от Купа. Мне кажется, выглядит прикольно. По моим ощущениям, на улице жарко. Но я в этом не уверена. Я как бы вот в такой вот кофточке надеюсь, что я не замерзну. Я уже вышла с маникюра, знаете, на улице такая атмосфера, золотая осень. Мне сделали вот такую красоту. Я хотела оливковый маникюр. И теперь я бегу домой. У меня через полтора часа будет английский. Ещё очень домашки много сегодня. Но погода, конечно, просто шикарная. Я уже пришла домой. Сейчас буду обедать. Кстати, я на данный момент прекратила занятия турецким. Потому что у меня безумно какой-то загруженный график. И плюс, наверное, я хочу поменять преподавателю. Сейчас семестр станет менее загруженным. И я буду искать себе нового преподавателя по турецкому. В этом году на нас нагрузка просто X10 по сравнению с предыдущими курсами. И это очень грустно, потому что помимо этого ещё диплом, госы. Но мне кажется, у меня так закалится характер в этом году, что это просто... Меня потом уже никакая нагрузка не сломает. Я хорошо, спасибо. Спасибо. Давайте начать нашу лестницу с «Отумный». Я share мой экран. Я люблю «Водушный фильм». «Водушный фильм» для меня это «Гossip Girl». О, хорошо, я очень люблю это серию. И я люблю, чтобы я не был в костюме. И когда Starbucks был в России, я любил пампкин... Спайс латте, я думаю. Ага, да, я тоже фанта пампкин спайс латте. Я люблю это. Всем доброе утро. Не доброе вообще, на самом деле. Я сегодня встала в 5.30. Время почти 7, я сейчас буду выходить. И знаете, что я осознала? Что мне сегодня к первой паре, завтра к первой паре, и послезавтра мне тоже к первой паре. Девочки, я немножко не вывоз. В субботу мне спасибо большое ко второй паре. Но мне кажется, я приеду с фото домой и буду лежать просто вот так. А на следующей неделе, мне кажется, я много что пропущу. Прошу понять и простить. Время у нас 8.03. Я приехала на пару. Через 12 минут она должна начаться. Но, как обычно, все начнется позже. Я здесь просто одна. Кстати, я показывала вам. Я купила себе очень классную сумку. на Вайлберсе. Это просто идеально. Я не понимаю, как я жила без нее раньше. Потому что она настолько удобная, настолько вместительная. Комфортно ее носить. Просто идеально. Правда, у меня здесь ничего для учебы и все для себя. И еще я купила набор из вот таких вот двух косметичек. Одна вот такая большая, другая поменьше. Которая поменьше, она у меня дома лежит. Но я просто хотела, чтобы у меня все вот эти вот вещи, по типу парфюма, антисептика, гребешок, резинки, пластыри, чтобы у меня это лежало в одном месте. Потому что это постоянно все валяется по всей сумке. Поэтому я хотела какие-то такие косметички, чтобы было удобно. Теперь я кайфую. Я жду, когда приедет Аня. Кстати, мои духи Зеленские почти закончились. Совсем чуть-чуть тут осталось. Надо купить новые какие-нибудь. На самом деле, с ароматами очень тяжело. Я хотела Мильдиор купить себе, когда летала в Турцию в июле. Но в итоге их я не купила, зато купила очки Миу-Мил. И сейчас я хочу еще сходить в Золотого Яблока и послушать несколько ароматов, которые я увидела у Кати Матевиловой во влоге на Ютубе. И плюс один еще мне посоветовала Аня. Поэтому я хочу сходить все послушать. Может быть, мне что-нибудь понравится. У меня сегодня три пары. Первая пара – коммуникационные агентства. Мы готовили доклад, поэтому будем сейчас отвечать про рекламу на ТВ. Дальше у меня семинары, лекция по предмету управления и разработкой интернет-проектов. Там мы разрабатываем сайт для определенной сферы по командам. У нас это магазин маленькой габаритной бытовой техники для обустройства маленьких квартир, потому что в Москве сейчас огромное количество студий по 20-25 квадратов, которые люди покупают и сдают, и туда нужно по максимуму все уместить. И после этого я иду к своему научному руководителю. Мне нужно ей показать оглавление своего диплома, согласовать его и уже начинать писать диплом. Потом я поеду домой. У меня, как обычно, очень много домашки. Я не знаю, как пережить эту неделю, но мы справимся. Верфи интересно вам? Я уже отвечаю. Или им интересно, или... Я велика, как Полина сказала. Я только не слышала уже. Да, Аня, Оля. Мы пришли в вторую пару. Мы эксклюзивы не интересуемся, чтобы собрались с туркейсайтом. Я думаю, это сейчас не понятно. На управление, разработка... Управление, разработка, первая не поставит. А смысл вообще? Управление, разработка, интернет-проектов. Полина дала мне вот такие вот батончики. Полина там блог снимает. Она сказала, иди сюда. Я обещала, что Ане придет. Лайк. Творчество. Я буду популярной. В блоге про Гумина вошел. Видите, подписчики. Меловое колечко. На ногти. Сама купила. Это не предложение мне сделали. Мне, кстати, пора ли свинуться, даже засклинен. Такой цвет приятный вообще. Утром я, короче, скинула мне видос по астрологии. Надо сделать. Блин. Оливковые ногти я сделала. Всем привет! Здравствуйте. Владимир. Это мы. С Биполиной. С Биполиной. С Биполиной. С Биполиной. С Биполиной. Что бы ты знал? С Биполиной. Ну, ее реально так зовут. С первого курса ее так зовут. Я здесь. Это она. Это не я. Все. Ой, какое солнышко. Это я. Это я. Это я. Здесь. Здесь. Да. Закрывай гештальт. Ладно. Ладно. Всем спасибо за просмотр. Это была Федорова Елена. Новая жилая Полина. Продунолина. И Егорова Анна. Здесь. Все. Всем спасибо. Всем пока. Сегодня у нас воскресенье. Так сказать, единственный полноценный выходной на неделю. Я сейчас поеду встретиться с подругами. Хотим где-нибудь посидеть, покушать. Хотя по-хорошему мне бы, наверное, хотелось просто лежать и ничего не делать. Но так нельзя. Не надо. На губах у меня новая лип комбо. Это как раз таки Vivienne Sabo. Карандаш в 103 номере, который я вам показывала, когда мне привезли золотое яблоко. И это блеск Луву Dolce Days. Очень такое красивое, нежненькое комбо. Мне нравится. Я, если честно, очень устала за эту неделю. Просто невероятно. И когда я думаю о том, что завтра опять понедельник, я просто в шоке. Девочки, мой влод. Мы пришли покушать в Ши. В Ши. Очень звучит, да? В ресторан Ши мы пришли. Да. И я забыла вообще, что я снимаю влог. И я забыла, что мы уже все покушали очень вкусно. А теперь сидим просто молкаем. Балина красотка? Да. У Балины все получится? Да. У Балины все получится? Кто самая лучшая девочка? Балина. Вот такой десерт я взяла. Мне даже это жалко есть. Мне его жалко. Стабилизован. Ага. Ну, ну, пошел. Могу не начинать. Я сфотографировать забыла. Подождите. А вот это сама подоконка. Могу не начинать. Это мой бутей. Мне его кровь пошла. А, нет, это просто красная. это вообще вкусно